Я рада приветствовать всех, кто рад приветствовать меня, Ольгу Мерц. Много времени отниму, а вот рассказать расскажу. Да не что-нибудь, а сказку. Жили-были в некотором царстве, в некотором государстве две сестрицы и братец. Семья небольшая, однако содержательная. И звали их самопрезентация, коммуникация и этикет. Ох, имена мудреные, заморские, многие слышать слышали, а вот о чем не ведают, так расскажу подробнее. Итак, сестрица первая, меньшая. Многие не понимают, зачем нужна, не знают. Однако для тех, кто выступать собирается, без нее обойтись никак не получается. Барышня коварная, надолго запоминается. Готовиться к ней можно много, однако стоит сделать несколько неверных движений и все, у человека из души никак не забывается. Аккуратней с ней следует быть и учиться следует. Обратите внимание на то, как, в каких ситуациях работает самопрезентация. Мы долго выбираем себе образ. Мы работаем над тем, как мы выглядим. И как редко мы наблюдаем над тем, что мы транслируем буквально за короткие несколько секунд. А ведь именно эти несколько секунд становятся самыми памятными. И что бы потом человек не делал, именно эти несколько секунд воспринимаются нашим слушателем или нашим собеседником на момент, когда мы встречаемся с ним вновь. Коварная штука самопрезентация. Однако пойдем дальше. Этикет. Вообще, господин коварный, капризный. К нему как не подойдешь, а всюду он важен получается. Как кому что говорить, где кому что дарить, кому куда сесть положено, а кому и вовсе стоять нужно. На долгое время этикет забыт был у нас, поскольку слишком много особенностей с ним связано. На сегодняшний день куда ни крути, а без него не обойтись. Если мы хотим, чтобы детки наши с нами общаться могли, если мы хотим, чтобы мы с ними общались, да так, чтобы им и нам комфортно было, вот тут без этикета уж точно не справиться. Если мы на работе общаемся, если мы с молодым человеком или с девушкой встречаемся, куда ни коснись, без него также не обойтись. Старшая сестра. Коммуникация. Ох уж эта барышня мудрая. Без нее в нашей жизни ничего не получится. С утра просыпаемся, улыбаемся, и вот тут начинается общение. И от того, как мы это делаем, зависит образ нашей жизни, нашей работы, того, как с нами хотят общаться или не общаться окружающие нас люди. Вот в таких случаях к этой барышне, старшей сестре и обращаются. Семья живет, как сказала уже, неприметно, скромно. Многие к ней дорогу ищут, да не все находят. Ну уж надо, если кому понадобится, расскажу и дорогу покажу. Субтитры сделал DimaTorzok